42 часа отдыха в неделю много. Грузоперевозчики отправили письмо в Министерство транспорта с просьбой внести коррективы в законы для дальнобойщиков. Что не устраивает водители и почему они не хотят отдыхать, узнавала Анастасия Бойко. Куда бы и как ни поехал, будешь оштрафован в любом случае. С 1 июля режим труда и отдыха водителей будут контролировать в цифровом формате. Специальные приборы, тахографы, будут фиксировать, сколько времени водитель провел в пути и когда сделал остановку. Все регламентировано. 3 часа едешь, 15 минут стоишь, а через неделю тормозишь и стоишь так 29 часов. Даже если дом находится поблизости. Правила такие. Причем мест для остановок предостаточно. Поля, проселки, криминальные отшибы. Выбирай, где приключений побольше. В Москве по МКАДу, там несколько часов. Бывают, например, пробки составляют 4-3 часа. Мы уже прошли это время, в пробке отстояли. Значит, за пределы только выезжаем. Нам надо отстояться еще. А у нас уже проштрафлено. Это, естественно, штрафные санкции. Причем далеко не факт, что в месте, где придется остановиться, есть для этого условия. Крайне мало у нас в стране специальных отелей для дальнобойщиков. И спят, и едят водители в кабинах. Не могут случиться ни на минуту. Да еще и за груз несут материальную ответственность. А если этот груз особо опасный, проблемы прибавляются. Ближайшая спецстоянка для таких машин в Абакане. Водителей наливных грузов, перевозящих опасных груз, туда просто не пускают. Потому что, а, сотрудники ГИБДД автоматически выписывают штраф, потому что мы нарушили правила допуска перевозки опасных грузов. Б. Собственнику стоянки выносят штраф органы, такие как пожарная инспекция, СССР, грубо говоря. Новая система Платон тоже требует доработок, говорят перевозчики. 50% платных федеральных дорог разбиты. Водители регулярно несут убытки. То колесо пробьют, то в яме застрянут или в аварию попадут. Причем платят за проезд по таким дорогам заранее. По тем дорогам, которые соответствуют ГОСТам и категорийности, мы готовы платить. Мы платим сейчас за все, да. А вот по тем, которые не соответствуют, ну как минимум надо их исключить из платы. А то может быть даже и потребовать возмещения уже в наш адрес со стороны балансодержателей. Перевозчики уверяют, система Платон ударит не только по их карману. Платон, режим, как бы тахографы. Ну, это будет рост тарифов примерно на 10 рублей на километр. То есть, если сегодня тарифы составляют, к примеру, 28-30 рублей мы ездим, то вот где-то треть от этого должно уйти в гору. Ответ от Минтранса пока не пришел. Перевозчики надеются, что их услышат. И многих неприятностей на дорогах удастся избежать. Анастасия Бойко, Олег Сурков, Новости ОТС.